Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главное событие дня. Уничтожить боевиков и остаться в живых. В Самарской области прошли учения армейских спецподразделений. Губернатор встретился с руководством компании по производству спецтехники. Конвейер начнет работать на базе Волжского автозавода. Готовы почти наполовину. Новая трамвайная ветка быстро и с комфортом доставит фанатов футбола на стадион Самара-Арена. Умные дома к чемпионату мира. Кроме ремонта фасадов, многоэтажки оснащают современной начинкой с климат-контролем. Старики здесь на месте. Первая гириатрическая больница открылась в Самаре. Учебную спецоперацию по ликвидации незаконно вооруженного формирования в городских условиях провел под Самарой спецназ Центрального военного округа. По легенде, они штурмовали здания в населенном пункте Водино. В том числе приземлялись беспарашютным способом на крыше, уничтожили боевиков, освободили заложников и помогли раненым. Во время учений военные показали высокий уровень подготовки, в том числе с использованием современных образцов вооружения. За действиями российского спецназа наблюдали офицеры Генштаба Академии Вооруженных сил Узбекистана. Иностранцы приехали в Самарскую область для обмена опытом в рамках двустороннего военного сотрудничества между Министерствами обороны Узбекистана и России на 2017 год. Замучила совесть в Самаре судит драгдилер одного из крупнейших дел по продаже наркотиков, который согласился сотрудничать со следствием. Организованная преступная группировка работала через интернет по всей стране три года. Репортаж из зала железнодорожного районного суда. Увидев журналистов, подсудимый Хамед Валиев пытается спрятать лицо от камер. Мужчина – фигурант одного из крупнейших в стране уголовных дел по распространению наркотиков. Ильдар Хамед Валиева судит отдельно от сообщников. Он, в отличие от них, согласился сотрудничать со следствием. По версии следствия, преступное сообщество работало в Самаре три года. За это время его участники продали почти 30 килограммов синтетических наркотиков через интернет-магазин. По словам подсудимого Хамед Валиева, он ввязался в криминальную историю в декабре 2015 года, а уже в феврале его задержали. Хамед Валиев, Ильдар Ассакович, выполнял роль так называемого курьера по рознице. То есть он участвовал непоследственно поиск закладок с наркотическим следствием в цели дальнейшего его распространения. В своем решении сотрудничать со следствием Хамед Валиев не одинок. Таких, как он, еще двое. Свою вину мужчина признал, а заодно назвал имена некоторых сообщников. Теперь, правда, немного беспокоится. Я переживал, что это все. А в Алитошку и току, а в Алитошку и току, а в Алитошку и току. А посадить могут надолго. Ильдару Хамед Валиеву грозит до 12 лет лишения свободы. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Перевозчик, чей автобус в июле попал в автокатастрофу в Татарстане, может лишиться лицензии. Такое требование выдвинул Госавтодорнадзор. Продолжит ли компания работать, станет ясно 31 августа. Об этом сообщает один из интернет-порталов. Автоперевозчик получил множество протоколов, в том числе за грубые нарушения. Автобусы выходили в рейс в ненадлежащем состоянии. Был выписан штраф на сумму 200 тысяч рублей. Напомним, авария случилась в ночь на 2 июля недалеко от Заинска. Автобус самарской компании врезался в грузовик, опрокинулся и загорелся. Погибли 14 человек, в том числе жители Самарской области. Из Самары по всему миру на ВАЗе начнут собирать, кроме легковушек, еще уборочную и дорожную спецтехнику. Часть планируют отправлять на экспорт. Проект обсудили на встрече с губернатором. О новом производстве расскажет Марина Матвейшина. Уже этой зимой на улице города может выйти новая спецтехника. В Самарской области разворачивают производство таких машин. Проект губернатору Николаю Меркушкину представляет швейцарская фирма. Собирать технику будут в индустриальном парке «АвтоВАЗа». Тольяттинский завод предоставляет иностранцам площадь и персонал. И, по сути, будет являться заказчиком. Нашу технику можно использовать не только зимой, но и летом. Система уборки должна быть изменена. Естественно, зима суровая, и все больше и больше машин на дорогах. Поэтому нужно не только поднять технику, но и всю систему. Мы готовы приложить все усилия, чтобы создать эту систему. Новое производство даст дополнительные рабочие места, но главное – привлечет иностранные инвестиции в область. Много будет заказов «АвтоВАЗа». Не только просто предприятия занятости, плюс дополнительная нагрузка других площадей. Это будет иметь дополнительный эффект. Нам надо быстро продвигаться. Мы готовы будем смотреть бюджет, формировать бюджет, и соответствующим образом город. Потому что от этого во многом будет зависеть, каким будет город, какое настроение будет людей. Новая система уборки улиц дает существенную выгоду за счет нескольких факторов. Реагенты можно производить самим, не покупая их на стороне. А специальные машины дозированно распыляют их на дорогах. Диспетчеры используют планшеты, подключенные к системе ГЛОНАСС, и видят, где и как ездят машины. Кроме того, сами дороги оборудуют датчиками, которые в зависимости от метеоусловий будут рекомендовать смесь реагентов. Оборудование очень высокотехнологичное. И нам, конечно, нужно использовать мощность учебного центра для того, чтобы водителей дообучить использовать этот оборудование. Потому что заложены электронные управления, айпэды, о чем говорили коллеги. Это тоже очень важный аспект, чтобы оборудование не приходило в некомплексе. В процессе эксплуатации персонал должен быть подучен. Именно наш персонал. Ставится вопрос, что завод будет обеспечивать техникой не только Самарскую область, но и другие регионы России и за рубеж. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, События. Новую трамвайную ветку от Ташкентской до стадиона Самар-Арена запустят досрочно. Об этом заявил на стройплощадке глава Самары. Линия завершена на 40%. Где сейчас сосредоточены основные работы, увидел Андрей Горгуленко. Незаконная и самовольная постройка стала небольшим камнем преткновения для строителей новой трамвайной ветки. Правда, ненадолго. В скором времени ее ликвидируют, и рабочие смогут до конца проложить выход из тоннеля. А пока, несмотря на это, строительство идет по графику. К Новому году обещают 90-процентную готовность. Земляные работы, считаем, что выполнены на 99%, вот с оговоркой, на невынесенные ангары. Бетонные работы выполнены на 50-55% в полном объеме. Ну и, соответственно, также ведется комплекс работы по гидроизоляции, обратной засыпке, дренаж, извлечение свай. К концу следующей недели начнем укладку верхнего строения пути. Основные земляные работы сосредоточены в районе улицы Дальни, где приступили к устройству тоннеля. Его длина – 388 метров. Тоннель прослужит для беспрепятственного проезда трамваев, не пересекая Дальнюю. А к нему уже начали прокладывать трамвайные пути. Протяженность всей линии составляет почти 2200 метров. Темпы работы оценил глава города Олег Фурсов. Я думаю, что все основания говорить о том, что объект будет сдан досрочно, у нас есть. В феврале, значит, линия сдается уже под опытную эксплуатацию. Вывешиваются так называемые тролли, которые обеспечивают питание трамваев. И в марте мы увидим с вами эксплуатационные испытания. Какие-то возможные природные катаклизмы строители не пугают. Я удовлетворен тем, что увидел. Очень неплохие темпы, настроение хорошее у людей, уверенность и, вы знаете, даже есть гордость от того, что они участвуют в подготовке ЧМ-2018. Проектом предусматривается еще и строительство трех новых тяговых подстанций общей мощностью 9000 киловатт. Они обеспечат бесперебойное выполнение нового графика движения подвижного состава. Всего на объекте трудится до 200 человек и около 40 единиц техники. Линию планируют сдать в конце апреля 2018 года. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов, События. И еще одна грандиозная строка подходит к завершению. Софийский собор в Самаре откроют летом 2018 года. А сейчас идет отделка интерьера и фасада. С ходом работы ознакомились губернатор Николай Меркушкин, глава города Олег Фурсов и митрополит Самарский Тольятинский Сергий. Храм Святой Софии при мудрости Божией, один из самых величественных зданий в Самаре, станет духовным центром всероссийского масштаба. Проект выполнен по древним византийским канонам. Издавна Софийские соборы возводились только в городах с особым духовным статусом, таких как Константинополь, Киев, Великий Новгород, Москва и Санкт-Петербург. В России такие храмы не строились уже больше 200 лет. Леса, сейчас договорились, в начале ноября будут сняты в этом году. И территория, леса будут сняты, уже внешний вид будет полностью, отделка внешняя уже, смотреться будет с разных точек города, в том числе с Волки, соответствующим образом. Все вопросы по благоустройству, тут очень такие существенные вопросы. Склон будет благоустраиваться, будет такой парадный спуск к Волге. В рамках подготовки к чемпионату мира будем помогать, чтобы к чемпионату мира в основном все работы были выполнены. Иконостас тоже уже есть на месте, надо его смонтировать. Жилые дома Самары становятся ярче и теплее. Около полутора миллиардов рублей из фонда капремонта уйдет на фасады и кровли. Инесса Панченко увидела, как общественная комиссия принимала отремонтированный дом на московском шоссе. Вы знаете, мы довольны. Вот даже проходим мимо, сидим на лавочках, мы своим домом любуемся. Жители этого дома все лето в приятном возбуждении. Ремонту рады, но все же переживали за свои квартиры. Не придется ли переделывать плитку и натяжные потолки после врезки стояков. Работа строителей всех поразила. Быстро, аккуратно, качественно. Даже те, кто бойкотировал платежи за капремонт, поменяли свое мнение. Наверное, после вот такого опыта люди, наверное, повернутся к капремонту другой стороной и будут платить. Потому что отдача есть. Жители дома контролировали каждый этап ремонта. Интересовались технологиями и материалами, много спорили по поводу оливкового цвета. Однако конечный результат всем пришелся по душе. Сроки окончания работ по утеплению и реставрации фасада по договору обозначались декабрем. Однако подрядчик завершил ремонт на несколько месяцев раньше. Я считаю, за счет хорошей поставки материала, за счет исполнительной бригады, которая производила монтаж, ну и контроль качества и содействия наших жильцов. Все вместе мы сила. В доме номер 300 поменяли также инженерные коммуникации, отопление, водоотведение, горячее холодное водоснабжение. Помимо красоты и эстетики, это даст жильцам немалую экономическую выгоду. Платить за отопление они теперь ежегодно будут тысяч на шесть-семь меньше. Для этого в доме установили погодозависимую автоматику. То есть если погода будет более плюсовая, как иногда у нас бывает зимой, плюс один или, например, минус пять, то дом будет потреблять тепла намного меньше. Автоматически аппаратура это определит под датчиком, и теплоноситель будет меньше подавать на дом. Всего к чемпионату мира будет отремонтировано 250 многоквартирных домов. Большинство из них закончат уже этой осенью. Весной должны привести в порядок несколько памятников культуры, для которых требуется проведение экспертизы и доработка проекта. Инесса Панченко, Григорий Плешаков. События. Готовность к отопительному сезону более 80%. Как идет профилактика и ремонт теплотрасс и котельных проверили на выездном совещании Департамент городского хозяйства и экологии и ресурсной компании. На улице Ташкентская на участке рядом с улицей Тополея идет техническое переоснащение теплосетей. Здесь заменят участок и трубы холодного водоснабжения, чтобы избежать порывов зимой. Движения на Ташкентской перекрывать не будут, работы проведут без вскрытия полотна. А на улице Алма-Атинская обновят теплотрассу. На данном объекте, по Алма-Атинской, как раз здесь сложность в том, что данная сеть находится под дорогой, под самой Алма-Атинской. И нужно принимать решение, по какому графику перекрывать данные движения, чтобы максимально в короткие сроки перейти эту дорогу. В этом году планируется поменять больше 20 километров труб. Это в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Профилактика и ремонт теплосетей ведется на улицах Карбашева, Гая и Скляренко. Все объекты находятся на особом контроле в Департаменте городского хозяйства и экологии. Если выявляются недочеты, возникает нештатная ситуация, принимаются все меры, чтобы быстро устранить проблему. График работ синхронизирован с планом ремонта дорог. Уже приступили к работе комиссии по оценке готовности к отопительному сезону жилых домов и соцучреждений. На основании выводов рабочие группы решают, выдавать ли паспорт готовности управляющей компанией, ТСЖ или учреждению, или обозначить недочеты и проследить за их устранением. Подготовка к отопительному сезону должна завершиться 15 сентября. А теперь коротко о других темах дня. Массовая авария произошла в среду вечером в железнодорожном районе Самары. На улице Агибалова возле дома номер 68 водитель на Volkswagen Polo врезался в три машины – Renault Duster, Lada Priora и Hyundai. По словам очевидцев, водитель Volkswagen подрезала другая иномарка, и он на полном ходу врезался в припаркованное авто. В результате происшедшего машины получили серьезные механические повреждения, а виновника аварии с травмами увезли в больницу. Выбрать школу по рейтингу в интернете теперь могут родители Самарской области. В сети появилась интерактивная карта. Выбрав учебное заведение, пользователь сразу увидит всю официальную информацию о нем. А ниже – общие рейтинги по успеваемости, информацию о финансировании и отзывы родителей. А наивысшая оценка – «С» самая низкая. Качество образования оценивается исходя из средних баллов по ЕГЭ. Источником информации выступил сайт регионального центра развития образования Самарской области. В субботу на «Даче Головкина», известной также как «Дом со слонами», пройдет театральное представление. Режиссер Анастасия Алмазова и художник Настя Иванникова представят променад спектакль «Дача» по мотивам произведения Леонида Андреева. Театральные действия начнутся в 6 часов вечера, а после спектакля зрителей ждет лекция и экскурсия Армена Арутюнова. Вход на спектакль бесплатный. Спектакль пройдет под музыкальной импровизацией Павла Куприянова. Улучшить взаимодействие школ и союза работодателей. Такую задачу перед учителями поставил глава Самар Олег Фурсов. На городском педагогическом форуме подвели итоги прошлого учебного года и заглянули в ближайшее будущее самарского образования. Что будет в приоритете с 1 сентября, знает Андрей Горгуленко. Известная композиция «Время вперед» Георгия Сверидова не случайно открывает Самарский городской педагогический форум. Прошлый учебный год стал очень успешным. Увеличилось количество медалистов на 40 человек. 70 школьников получили на ЕГЭ высший балл. Почти 90% выпускников поступили в высшие и среднепрофессиональные учебные заведения. Первый учебный год отработали и новые школы в Крутых Ключах и Волгаре. В ближайшее время в Самаре появится еще несколько детсадов и школ. В частности, уже разрабатывают проект учебного заведения на территории бывшего завода «Зим». Сейчас ведутся проектные работы. Мы решили взять типовой проект. Школа на полторы тысячи мест. Полагаю, что в начале следующего года проектные работы будут завершены. И мы будем председовать на федеральное финансирование. Полагаю, что за полтора-два года нам по силам школу на данной территории построить. Особое внимание при постановке задач на новый учебный год уделяют взаимодействию школ и союза работодателей, чтобы помочь внедрить новые формы наставничества для профессионального самоопределения школьников. Также среди задач продолжать развитие внеурочной деятельности. Я с большой благодарностью отношусь ко всем тем, кто действительно занимается этой работой. И я хочу пожелать, чтобы в новом году мы с вами это воспринимали не как нагрузку, а как именно то, что мы должны делать. На форуме наградили Самарскую школу номер 58 и Поволжский государственный колледж орденами города трудовой и боевой славы. Они стали первыми образовательными учреждениями города, получившие достойное знамя. Напомним, этот знак был учрежден по инициативе губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Попробуйте выйти на эту сцену, получить первым учреждением такое почетное звание и ощутите, какие чувства вы разделяете. Я чувства разделяю, конечно, не только волнение, а в первую очередь гордости. Гордости за, в первую очередь, коллектив. Самарский городской педагогический форум прошел впервые за долгое время. После августовки учителя продолжают подготовку к наступающему новому учебному году с главной и традиционной задачей – повышать качество образования. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов, События. Внимание, первоклассник! В Самаре прошел праздник для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Алина Чемерес вместе с аниматорами и артистами поздравила будущих школьников с началом учебного года. Банты, портфель и форма куплены. Маленькая Лиза к школе готова. Несмотря на врожденный диагноз ДЦП, девочка будет учиться вместе со здоровыми детьми. Ее мама Ольга рассказывает, Лиза – ребенок активный и любознательный, любит чтение и русский язык. Сегодня девочку поздравляют с грядущим днем знаний. Детей надо социализировать. Мы, в принципе, в своей жизни не очень часто куда-то ходим. То есть у нас вся жизнь – это какие-то реабилитации, занятия с детьми. И, по сути-то, детство у них такое. То есть они его не видят в прямом смысле слова. То есть это больницы, какие-то санатории. А такие праздники им просто необходимы. Акция «Внимание! Первоклассник» проводится в городе уже 15 лет. Концерты и развлекательная программа для детей-инвалидов, сирот, многодетных и приемных семей. Все, кого сегодня чествуют, уже через неделю сядут за школьные парты. В целом же на праздники 200 маленьких виновников торжества. Тех ребят, которые у нас не могут по состоянию здоровья прийти, например, на данное мероприятие, мы их поздравляем на дому. Мы всех охватываем мероприятиями, поздравлениями, многодетные семьи. И семьи, особенно детки, которые у нас находятся сиротой или находятся под опекой, у нас всегда на особом контроле. Самое приятное будущих первоклассников ждало в конце. Детям вручили подарки и угощения. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Самарские водители чуть не заплатили штраф за пересечение невидимой разметки. Что же произошло, расскажет Олеся Корецкая в рубрике «Экономика». Здравствуйте. У нефти дела идут в гору. Она прибавляет цене. За один баррель марки «Брент» дают 52 доллара 56 центов. Курс валют на 25 августа. Доллар 59 рублей 14 копеек. Евро 69 рублей 74 копейки. Один грамм золота стоит 2445 рублей. Серебро – 32 рубля 43 копейки. В Министерстве иностранных дел России пока не собираются отказываться от доллара, но работают над уменьшением зависимости от американской валюты на фоне денежных единиц других стран. 45% жителей России периодически уходят в экономическую тень и получают зарплату в конвертах. Неофициальную работу имеют 33 миллиона россиян. Такие данные опубликовал Институт общественных наук. Специалисты объясняют это тем, что люди ищут дополнительные источники дохода. А с самарскими водителями кто-то неудачно пошутил. В Куйбышевском районе на пересечении Пугачевского тракта и улицы Фасадной неизвестные закрасили разметку. А камеры шутку не оценили, зафиксировали нарушения, и водители получили штрафы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут неизвестного художника. У меня все. До встречи. Крылья Советов удачно начали поход за Кубком России по футболу. В раунде 1-32 финала Самарскому клубу противостояла Сызрань. О Волжском дерби расскажет Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте. С вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите Самарские новости спорта. Крылья Советов выиграли в Волжском дерби. Хоккейная лада пока не завелась. Павлюченкова успешно продолжает подготовку к US Open. Самарские спортсмены покоряют универсиаду в Китае. Толятинская пловчиха Анастасия Гуженкова завоевала золотую медаль летней универсиады, проходящей в китайском Тайбэе. В командной женской эстафете 4 по 200 с вольным стилем сборная России финишировала на первом месте. Спортсменки США, завоевавшие серебро, отстали всего на 0,04 секунды. Бронза досталась Японии. Победа Толятинской пловчихе принесла Самарской области второе золото универсиады. Первую золотую награду получил тэквондист Борис Краснов. Также самарская дзюдоистка Валентина Костенко выиграла бронзу весовой категории 63 килограмма. Воспитанница Самарской школы теннис Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Нью-Хейвене, одержав победу над соперницей из Испании Карлой Суарес Навара. Противствование продолжалось 1 час 34 минуты. Первый сет прошел в упорной борьбе, но все же остался за россиянкой, а второй сет Павлюченкова выиграла вчистую, не отдав сопернице ни гейма. 7-6, 6-0. Представительница России четыре раза подала на вылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из шестнадцати. У Испанки три ейса, две двойные и три брейка из двенадцати. В четвертьфинале турнира Павлюченкова встретится с сильнейшей из пары Ализе Корне и Доминики Цибулковой. В первом матче нового сезона КХЛ Толятинская Лада принимала на своем льду Челябинский трактор. Гости открыли счет на шестой минуте. Зрителям пришлось ждать следующего гола до конца игры, и за четыре минуты до конца третьего периода трактор в меньшинстве забросил еще одну шайбу – 0-2. В матче 1-32 финала Кубка России по футболу крылья советов на выезде одержали победу над Сызранью 2003-2-0. Первый гол у самарцев на 28-й минуте забил Денис Ткачук. Атакующий полузащитник гостей откликнулся на передачу из-за боковой от Дмитрия Немчанинова и, опередив защитника, отправил мяч в сетку ворот Сызране. Второй мяч самарцы оформили на второй добавленной минуте. Снаряд после удара Дениса Ткачука со штрафного нырнул в дальний угол ворот хозяев – 2-0. В 1-16 финала Кубка России авиаторы могут встретиться с одним из клубов Премьер-лиги. Соперником самарцев могут стать Ахмат, Локомотив, Ростов и Уфа. Следующий поединок в первенстве России среди команд ФНЛ крылья проведут на Металлурге 27 августа. Подопечные Андрея Тихонова сыграют в Сибирью. Начало матча в 19 часов. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 14 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам! И будьте участниками только хороших событий! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!